Залёжки бомжей, использованные шприцы, бульбуляторы, загадочные надписи на стенах, обрушенные лестницы и следы крови. Неплохие декорации для остросюжетного фильма ужасов стоят прямо посреди бизнес-центра Петропавловска. К сожалению, всё перечисленное не киношная бутафория, а вполне реальное место. Речь идёт о здании по адресу проспект 50-летия Октября 3. Городской суд ещё в ноябре прошлого года признал его небезопасным и обязал бизнесвумен, владеющую трущобой, закрыть доступ внутрь для посторонних. Однако ВОЗ, как говорится и ныне там, логово бомжей и хулиганов по-прежнему открыто для всех желающих. Отвратительное здание, портит весь абсолютно фасад, всю нашу красную линию. Вообще это позорище нашего города. Конечно, снести. Чего его забивать, чего его закрывать? Однозначно только сносить. Вот снести бы, наверное, был лучший вариант. Хотя бы машина была, где ставить и ходить. Я думаю, его надо снести. Или капитально отремонтировать и пустить людей жить. Это моё мнение. Потому что раньше же было общежитие, люди жили. А сейчас в Тюрке что? То пожары, то бомжи. Давно уже надо было снести. На видном месте смотреть уже невозможно. Так он здесь ни к чему. Там постоянно стоят дети гуляют. Постоянно пожары. А так он некрасивый, во-первых, стоит. И он тут ни к чему. По-хорошему его или реставрировать, или вообще снести, построить что-нибудь более полезное для города. Давно нужно было снести на этом месте, что кто-то давно что-то построил. А покупать его в таком состоянии никто не будет. Уродливая развалюха на красной линии Камчатской столицы страшно надоела не только жителям Петропавловска, но и его властям. В мэрии ищут способ снести или реконструировать здания. Сейчас, по словам чиновников, у городской администрации нет законных рычагов, чтобы решить вопрос с ветхой развалиной. Как рассказал МассМедиа-Ньюс мэр Петропавловска Виталий Иваненко, городские власти уже подготовили предложение в Камчатский парламент с тем, чтобы муниципалитет получил право изымать подобные здания у их собственников. Как проходит законодательная инициатива. Мы обращаемся в законодательное собрание Камчатского края. Законодательное собрание Камчатского края, если поддерживает, оно уже обращается с законодательной инициативой в Государственную Думу. Мы такое обращение в ЗАГС собрание направили. По данному обращению будет заседание профильного комитета законодательного собрания. Правовой механизм, он же отсутствует на федеральном уровне. Мы же и пытаемся его создать сейчас. По словам Иваненко, подобные объекты не только портят внешний вид города, но и представляют реальную угрозу для жизни и здоровья горожан. Конечно, это недопустимо. Во-первых, это потенциальная угроза жизни и здоровью граждан. Во-вторых, это, конечно, эстетический ущерб внешнему виду нашего города. И в-третьих, это, по сути же, потенциальные площадки, которые могли бы быть задействованы в городостроительной деятельности, как инвестиционные площадки, представленные там резидентом, допустим, или свободного порта Владивостока или Тора. Это самые, наверное, показательные примеры на пятом километре. Но таких мест по городу достаточно. На пятом это вообще сплошное безобразие. Причем, насколько я понимаю, даже при наличии решения суда, вот что там собственник не собирается ничего делать, ну, по крайней мере, кроме устных заявлений о чем-то, никаких практических шагов на данный момент не предпринято. По его словам, выйти из сложившейся ситуации можно только внесением изменений в действующие законы. Причем нужный механизм уже есть и действует. Правда, только пока в жилищном кодексе. Есть понятный механизм, допустим, по жилью. Вот в жилищном кодексе прописано, что в случае, если дом признан аварийным и подлежащим сносу, и собственник не принимает действительных мер и не принимает решения соответствующих, у муниципалитета есть право изъять муниципальную собственность. Наниматели, которые живут в муниципальной собственности, мы им даем другое жилье. Собственники жилых помещений, то есть те, которые находятся в частной собственности, получают денежную компенсацию на основании результата независимой оценки. Соответственно, мы этот аварийный дом земельным участком получили в муниципальную собственность. Уже муниципалитет его сносит и принимает решение по дальнейшему использованию этого земельного участка. То ли новое жилищное строительство, то ли, может, там дорога пройдет или еще что-нибудь. То есть механизм, похоже, в жилищном кодексе заложен. Если его распространить на нежилые здания и сооружения, то вот чего мы и хотели бы в итоге видеть. А пока чиновники разных уровней решают, как найти управу на упрямую хозяйку трущобы, жизнь асоциальных элементов в развалюхе буквально кипит. Доступ открыт практически со всех сторон. В помещениях повсюду разбросаны пустые винные бутылки и устройства, которые наркоманы называют бульбулятор. Прямо перед бывшим главным входом в здание в грязь втоптаны использованные шприцы. Местные жители говорят, что нередко видят, как по этажам трехэтажки бегают подростки. При этом находиться в здании людям попросту опасно. Перекрытия могут обрушиться в любой момент. На лестницах нет перил, а один из пролетов уже обвалился. О том, что тут происходит по вечерам, можно только догадываться. В одной из комнат на снегу виднеется дорожка из красных капель, а в другой – разбросанная одежда. Вечером в среду проверить, законсервировано здание или нет, приезжали судебные приставы. Именно в их ведомство перешла теперь эстафетная палочка по работе с упрямой бизнес-леди. Хозяйка развалюхи уверяла исполнителей, что закрыла все входы в здание. Однако приставы на месте убедились, что ее слова далеки от реальности. Произведена проверка исполнения решения суда. Установлено, что решение суда не исполнено. Когда-то эта ужасающая развалина была вполне комфортным и благоустроенным общежитием. В его стенах время на берегу коротали приехавшие за длинным рублем на Камчатку рыбаки. Все изменилось в начале 90-х. Здание стало частной собственностью. И пока новые владельцы думали над его судьбой, оно постепенно дошло до состояния трущобы, которое мозолит глаза жителям и гостям Петропавловска уже два десятка лет.